Вы на канале Алчи, и это выпуск подкаста «Библиотека инженера». Сегодня мы детально разбираем важную практическую задачу – методику выбора оптимальной рабочей точки светодиода. Каждый инженер сталкивается с необходимостью найти компромисс между производительностью, стоимостью и энергопотреблением. За основу нашего анализа мы возьмем материал от Texas Instruments, опубликованный в их Analog Applications Journal. Автор статьи – Дональд Шелли. Ссылка на оригинал, как всегда, будет в описании под видео. Статье не просто дается готовое решение, а раскрывается сам подход к анализу. А чтобы методика не была абстрактной, мы рассмотрим ее на конкретном практическом примере – проектировании подсветки для 10-дюймового ЖК-дисплея. Итак, исходные данные. Нам нужно спроектировать подсветку для 10-дюймового дисплея со сторонами 16 к 9 и целевой яркостью 650 нит. Ключевая проблема – огромные потери светового потока в оптическом стеке дисплея, которые достигают 95%. Выбранный компонент – светодиод Nikkeia NWSV208C. Первый шаг – расчет минимально необходимого количества светодиодов. Для этого используется Формула 1. Давайте не просто посмотрим на нее, а разберем по частям, что в нее входит. Первый сомножитель определяет площадь экрана в квадратных метрах. Здесь LS – это диагональ экрана в дюймах, а К – это просто коэффициент для перевода квадратных дюймов в квадратные метры. Второй сомножитель учитывает соотношение сторон, в нашем случае 16 к 9. Далее идет MV от Disp. Это требуемая максимальная яркость дисплея в нитах. Четвертый блок – это суммарные потери светового потока в слоях дисплея. Если потери составляют 95%, то этот коэффициент показывает, во сколько раз больше света нужно сгенерировать, чтобы их скомпенсировать. И последний член – это величина обратная световому потоку одного светодиода в люминах. Перемножив все эти параметры, мы и получаем минимальное количество светодиодов. Расчет по статье дает нам значение в 35 штук. И тут же мы сталкиваемся с типичным инженерным ограничением. Конфигурация 7 на 5 технически верна, но большинство доступных на рынке драйверов рассчитаны на 6 веток. Поэтому мы принимаем решение скорректировать проект под имеющуюся компонентную базу. И используем 36 светодиодов в конфигурации 6 на 6. При такой конфигурации расчетная мощность составит 2,56 Вт. Зафиксируем это значение. Теперь переходим к ядру нашей методики. Ключевым параметром для оптимизации является эффективность, измеряемая в люминах на Ватт. Но производители почти никогда не приводят график зависимости эффективности от прямого тока. Его нам предстоит построить самостоятельно. Для этого нам понадобятся два стандартных графика из дата-шита. Обратите внимание на рисунок 1. Слева – вольт-амперная характеристика. Справа – зависимость светового потока от тока. Наша задача – отцифровать эти графики, то есть снять с них данные с определенным шалем по току и занести в таблицу для дальнейших расчетов. Имея эти данные, мы можем рассчитать для каждой точки потребляемую мощность, их, что самое главное – эффективность. Давайте посмотрим на результат этих вычислений. На рисунке 2 сведены все наши расчеты. Верхние два графика предсказуемы. С ростом тока растут световой поток и потребляемая мощность. Но вся суть в нижнем графике. Это и есть наша кривая эффективности. Мы четко видим, что максимальная эффективность достигается при относительно малых токах, а с ростом тока она неуклонно снижается. Это фундаментальный вывод – для максимальной эффективности светодиоды нужно эксплуатировать на пониженном токе. Возникает логичный вопрос – как обеспечить требуемую яркость при пониженном токе? Ответ очевиден – за счет увеличения количества светодиодов. Это и есть главный инженерный компромисс в данной задаче – стоимость компонентов против энергоэффективности. Давайте проанализируем его количественно, взглянув на таблицу из стати. Вот таблица 1. Взгляните на контрольную строку – это наша базовая конфигурация на 36 светодиодов. А теперь посмотрим, что произойдет, если мы удвоим их количество до 72. Для получения того же суммарного светового потока ток на каждый светодиод можно будет снизить почти вдвое. При этом общая потребляемая мощность упадет на 6,3%. Эту зависимость наглядно иллюстрирует рисунок 3. Мы видим, что с ростом числа светодиодов растет и процент экономии мощности. Важно понимать, что эта ручка крутится в обе стороны. Если приоритетом является минимизация себестоимости, мы можем пойти на форсирование меньшего числа светодиодов по току, пожертвовав эффективностью. Выбор зависит от конкретных требований проекта. При изменении рабочего тока необходимо проверить и другие параметры. В первую очередь стабильность цветовой температуры, так как это является частым опасением при работе на малых токах. На рисунке 4 показано, что для современных светодиодов эта проблема практически решена. В рабочем диапазоне токов от 5 до 25 мА все отклонения цвета лежат в пределах одношагового эллипса маккадема, а значит, незаметной для человеческого глаза. Этот фактор можно считать незначительным. Завершающий этап – выбор управляющего драйвера. В статье в качестве примера приводится драйвер LP8555, который полностью подходит для реализации нашего оптимизированного решения. Он способен управлять большим массивом светодиодов и обеспечивает высокую равномерность тока по ветвям, что критически важно для однородности подсветки. Итак, давайте резюмируем саму методику. Первое – расчет. Определяем базовую конфигурацию, исходя из первичных требований, разобравшись во всех компонентах расчетной формулы. Второе – анализ. Извлекаем данные из графиков в дата-шите и строим кривую зависимости эффективности от тока. Третье – оптимизация. Находим на этой кривой зону максимальной эффективности. Четвертое – компромисс. Принимаем инженерное решение о количестве компонентов, балансируем между стоимостью и энергопотреблением. Этот подход универсален и применим для проектирования любых систем светодиодного освещения, где эффективность является одним из ключевых параметров. Надеюсь, этот детальный разбор методики был полезен для вашей работы. Поддержите канал лайком и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски библиотеки инженера. Спасибо за внимание.